Ну, кто сделал, уже ладно, сейчас быстро я догонюсь. Получается, вперед, десяточку, обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Против. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обратно, против. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кстати, сегодня мы еще сейчас этот, у нас вчера был обязательно день на турниках, но сегодня, может быть, подтянемся, покажем ребятам, что мы уже не два раза. А то Ваня взял, короче, вот в этом выпуске, который сегодня в 12 выйдет, он не ставил меня, потому что, видимо, я там не стал меня позорить. Вот, поэтому я хочу сегодня все-таки хотя бы шесть раз показать, чтобы... Еще раз скажи, шесть раз. Шесть раз, да. Пять, четыре, три, два. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Против. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кисти. Раз, два. Противоположную. Противоположную еще. Так, теперь стоп, вот так сделаем. В одну сторону, в обратную сторону. Постарайтесь прям. Не вот так, а прям менять. Чтобы они как будто бы не отрывались друг от друга, а здесь ровно стояло. А попробуйте сделать вот так. Поставили. И теперь вот так вот вниз. Опа. Скоро будем с вами танцевать. Молодец. Аня, молодец. Замарина, молодец. Танцов. Так, дальше. Так. Дальше. О, пуштяк аж прохладно стало. Так, есть. Большие пальцы. Да? А это потом. Сначала вот это, потом вот это, а потом уже вот это. Первая фаланга. Разминаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, девять. У тебя большая фаланга. Давайте чуть-чуть вот так вот сделаем. Пальчиками как выстрелить прям. Раз. Прям вот ногти, большой палец на ногти прям ставите и выстреливаете. Прям полностью. Угу, есть. Есть, отдохнули. Теперь мост включаем. Ну, наше пока уже легкое, можно сказать, упражнение. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Обратный мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Теперь повторяем. Шесть, семь, восемь, девять, десять, средний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мизинец. Раз, два, три, пять, шесть. Да ладно, у всех уже получается? По одному разу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре... По очереди! Мизинец большой Раз, два, три, четыре... Давайте новое упражнение Вот это попробуем включить вот так и меняем получается. Подожди, соображу. Вот так вот, потом раз. А вам слабо? Вообще, я очень сильно рекомендую искать различные упражнения вот такие, потому что именно посредством этих упражнений мозг начинает звучать. А мозг, когда начинает звучать, восприятие информации идет гораздо легче. Что, все? Что сделали? Что еще? Какое там было упражнение из рук? Ну, там было два пальца. О, давайте, да, еще два пальца попробуем и закончим на сегодня. Два верхних, два нижних. Два верхних, два нижних. Два верхних, два нижних. Почти. Поняли, да? Ребята, пишите в комментариях еще какие-нибудь упражнения на пальцы для развития вот этой моторики, для развития левого полушария. Что еще можно придумать и сделать, чтобы развивать свое левое полушарие? Пишите в комментариях, а мы поехали дальше. Отжиматься на спиноноги. Давайте, первое, что делаем. Разминаем сначала одну. В одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть. И становимся на пятки. На пятки. И на носок. На пятки. На носок. А мы на турники сейчас. Ребята, в общем, что происходит? Наш проект. Учимся стричь левой рукой. Немножечко отошел на задний план. Из-за того, что мы здесь занимаемся сейчас с ребятами. И я продолжаю развивать свою левую руку. Но здесь, в рамках курса. В одиннадцатом, по-моему, выпуске. Это одиннадцатый предыдущий. Сейчас у нас двенадцатый. После турника язык на плечах. Там мы остановились на том, что собирались выбирать ножницы для бумажечек и для волос, для клиентов. На самом деле, мы начали снимать это. Мы залезли в интернет. Начали вводить, типа, ножницы для левшей и так далее. Во-первых, мы столкнулись не с очень большим количеством поставщиков. То есть, буквально их там четыре-пять человек. Но это даже не самое главное. Ну, четыре-пять компаний. Но это даже не самое главное и важное. Я реально не смог выбрать ножницы через интернет. Даже с учетом своего опыта. То есть, они каким-то образом там сфотографированы, каким-то образом выложены. Все равно не видно ни эргономики колец. Я не понимаю, есть ли баланс у этого инструмента и так далее. Поэтому я начал связываться со своими партнерами. И в первую очередь связался с компанией Santaci. На что они мне прислали сначала одну модель. Именно для бумажечек. Я ее потестил. Я говорю, блин, вполне хорошая модель. Соответствует цена-качество по всем параметрам. И тогда я попросил ножницы более высокого класса. Это пятый класс. Именно для клиентов, для волос. Ну и на что они уже представили мне три-четыре модели. С учетом того, что я общался с Юлей через WhatsApp. Юля, спасибо огромное за видео, за фотографии. Но даже с учетом всего этого, я не смог выбрать их даже видя. То есть в любом случае их нужно смотреть, их нужно щупать. Нужно понимать, насколько эта эргономика подходит вам. Насколько этот инструмент, которым даже не умею работать, даже не чувствует левая рука его. И говорить о том, что это продолжение моей левой руки еще рано. С учетом всего этого, я понимаю, что выбрать этот инструмент я могу только оффлайн. И так совпало, что я поехал в Москву, встретился с ребятами, они мне привезли ножницы. Ножницы, три пары. Я попробовал, пощупал, выбрал конкретно вот эту модель. Это... Здесь не написано даже, как эта модель называется. В комментариях обязательно укажем ссылки на этот инструмент, укажем ссылки на сайт, где вы можете приобрести этот инструмент. Очень хорошая цена-качество. Что соответствует по какой-то уже и сейчас уверенности сказать. Потому что уже немножечко им поработал. Еще раз, компания SanTouch. Огромное спасибо за предоставленный инструмент, за индивидуальный подход при выборе инструмента. Может быть, конечно, это потому, что это я там, а не кто-то другой. Но, тем не менее, приятно. Спасибо большое. Итак, поехали. Тришки бумажечек. Это, наверное, первое и самое основное, что даст возможность в моей руке левой почувствовать инструмент и начать говорить о том, что этот инструмент является продолжением моей руки. Но сразу скажу, что, ребят, не рекомендую делать это упражнение дома. Можем сейчас просто вот пройтись и спросить вот каждого просто вот так вот прям в лайф. Допустим, вот Сарван сейчас спросим. Сарван, если бы ты делал это упражнение дома, не зная там всех нюансов, которые ты сейчас знаешь, это было бы полезно или, наоборот, вредно? Нет, это было бы очень полезно. Это было бы вредно. Ребят, вот так, на вскидку, если просто на вас поймутся. Лена, как вы считаете, если бы вы дома взяли бумажечки и начали их стричь? Это было бы полезно или вредно? Однозначно вредно. Руслан, в сторону Леви. Ты видел прекрасно, что мы стрижем бумажечки и взял бы ты дома и начал бы их стричь. Это было бы полезно для тебя вот с учетом того, что сейчас происходит или вредно? Скорее вредно, конечно. То есть, основная суть в том, что при стрижке бумажечек это тренировка. В этой тренировке есть очень много мелких, но очень важных нюансов. Этим мелким, но очень важным нюансом мы посвятили условно два дня. Вроде бы немного, но в то же время примерно два дня и еще потом, наверное, в течение недели небольшие правочки с некоторыми ребятами. Ножницы так расположить, срезать их так-то и так далее. Таким образом, тренировка должна происходить правильно. Если за вами не будет смотреть тренер, вовремя не подскажет, не остановит, не поставит руку и не скажет, в чем нюанс, почему неправильно, вы будете тренировать вашу мышцу неправильно. Следовательный результат будет соответствующий. Поэтому тренировка должна проходить правильно, она должна проходить тренером с тренером. Поэтому мы показываем, но, естественно, всех нюансов, извините, не расскажем. Итак, стрижем бумажечки. Сейчас мне осталось, я буду где-то минут 5 стрить бумажечки. Ребятам уже 5 минут осталось от них, наверное, минут 10 стрибнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребята, мы продолжаем тренироваться, а выпуск на этот сегодняшний мы заканчиваем, чтобы в монтаже это все сделать гораздо быстрее, поэтому давайте вы тренируйтесь, учитесь, ездите на получение квалификации, а мы продолжаем развивать свои руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова